В эфире ежедневный выпуск информационной программы «День города» в студии Оксаны Тебенихина. Здравствуйте! Журналисты нашей телекомпании, как обычно, расскажут зрителям о том, что происходит в Рязани. Смотрите сегодня. Наша служба и опасна, и трудна. Свой профессиональный праздник отмечают сотрудники органов внутренних дел. Из России с любовью, но не в Египет. Как вернуть деньги за несостоявшийся отдых? Новость с пометкой «Срочно!» Центральный банк Российской Федерации отозвал лицензии на осуществление банковских операций сразу у четырех организаций, в числе которых Руславбанк. В Рязани находятся два филиала финансового учреждения. Как говорится в сообщении Центробанка, Руславбанк вел высоко рискованную кредитную политику и не создавал адекватных принятым риском резервов на возможные потери по судам. Также кредитная организация была вовлечена в проведение сомнительных транзитных операций в крупных объемах. Какова сегодня обстановка у рязанских отделений Руславбанка, узнаем из следующего материала. Сообщение о том, что у Руславбанка отобрали лицензию, распространилось среди рязанских вкладчиков очень быстро. С утра у офисов банка собрались вкладчики. По величине активов в банковской системе страны он занимал 124 место. В Рязани работали два офиса Руславбанка. Среди оснований для отцевой лицензии у кредитной организации при службе Центрального банка назвала нарушение требований закона о борьбе с отмыванием нелегальных доходов и финансированием терроризма и наличие реальной угрозы интересам кредиторов и вкладчиков. Руславбанк проводил высокорискованную кредитную политику и не создавал адекватных принятым риском резервов на возможные потери по судам. При этом кредитная организация была вовлечена в проведение сомнительных транзитных операций в крупных объемах. Уже сегодня в банк назначена временная администрация, которая будет работать до момента назначения конкурсного управляющего либо ликвидатора. Полномочия исполнительных органов кредитной организации приостановлены. И как сообщило агентство по страхованию вкладов, выплаты вкладчикам оставшегося без лицензии Руславбанка начнутся не позднее 24 ноября. Вопросы у многих такие. Если банк закрыт, что теперь не платить? Если мы взяли деньги, допустим, на ипотеку или на приобретение иномарки? Отвечу. Радость потребительской заканчивается в тот момент, когда вы можете получить исковое заявление или от приемников банка, или, допустим, года через два с половиной какой-то кредит коллекторское агентство будет выбивать из вас деньги. Обязательство вам нужно исполнять, если вы взяли кредит. Потому что со временем Центробанк наверняка назначит какого-то правоприемника, или акционера примет решение о том, что это будет слияние, разделение или еще что-то. Но, тем не менее, какой-то банк или какая-то кредитная организация с вас эти деньги в любом случае возьмет. Сегодня состоялось расширенное заседание регионального правительства. На нем губернатор Олег Ковалев поднял вопрос, касающийся закона о запрете реализации алкогольной продукции предприятиями общепита, осуществляющими свою деятельность в жилых домах. Олег Ковалев дал поручение провести комплексную проверку в части соблюдения закона. Я прошу руководителей и регионального Минэкономразвития, и руководства администрации областного центра, правоохранительных, надзорных органов, довести эту работу до конца, то есть осуществлять постоянный контроль, мониторинг о том, чем занимаются, как работают те заведения, которые не закрыты. При этом обязательно реагировать на обращения граждан, которые могут поступать на жалобы, и реакция должна быть адекватной, значит, с тем, чтобы соблюдали все установленные правила и нормы, которые предусмотрены региональным и федеральным законодательством по торговле алкоголем. Ежегодно 10 ноября свой профессиональный праздник отмечают сотрудники органов внутренних дел Российской Федерации. Сотрудники полиции сегодня успешно решают повседневные задачи по защите государства и общества от преступных посягательств. В течение многих лет в этот день проходит множество торжественных и памятных мероприятий, когда не только чествуют отличившихся сотрудников, но и поздравляют ветеранов ОВД и чтят память погибших при исполнении служебного долга. В нашем городе сегодня также прошли торжества в честь людей самой отважной профессии. День сотрудников ОВД традиционно отмечается 10 ноября. В этот день друзья, близкие и вся страна поздравляет доблестных стражей правопорядка и вспоминает о тех, кого уже рядом нет. На прошлой неделе в Касимове в торжественной обстановке был открыт памятник погибшим сотрудникам органов внутренних дел. В преддверии праздника нашего профессионального дня сотрудника органов внутренних дел. Настоящий сотрудник органов внутренних дел при защите своих граждан, при обеспечении правопорядка должен быть готов отдать и здоровье, и свою собственную жизнь. Памятник погибшим сотрудникам воздвигли по инициативе руководства и личного состава Касимовской полиции при содействии общественных советов и Совета ветеранов. Символично, что церемония открытия памятника состоялась в день памяти погибших при исполнении служебных обязанностей. На монументе высечены имена Касимовских сотрудников ОВД, погибших при выполнении служебного долга. Сомневаться в том, что служба в полиции подчас требует проявления героизма, не приходится. Так, 3 ноября младший сержант полиции Владислав Трубилов спас утопающего мужчину. Полицейские заметили, что тревожные крики доносились в плавучей пристани на берегу Оки. Спустившись к ней, стражи порядка заметили в реке человека, который тщетно пытался удержаться над водой. Мы увидели на том самом месте человека. Мы быстро побежали к нему. Пару минут он держался на воде, потом уже, так как на нем была одежда, силы уже закончились у него. Позже выяснилось, что 29-летний житель Касимова перед тем, как оказаться в реке, изрядно напился. Если бы не оперативная помощь, то ситуация могла бы закончиться трагически. Одежда, намокнув в ледяной воде, быстро сковала движение мужчины и утягивала его на дно. На берег бедолагу вытащили совсем обессилевшего. После помощи врачей здоровью пострадавшего ничего не угрожает. За самоотверженные действия по спасению утопающего руководства Касимовского отдела МВД России представила младшего сержанта полиции Владислава Трубилова поощрению. Никакого чувства страха не было. Было такое чувство такое. Человеку оказать первую помощь. Сегодня сотрудников самой благородной, но и одной из самых опасных профессий поздравили и в региональном управлении МВД. Возложили цветы и венки к мемориалу погибших при исполнении, поздравили ветеранов ОВД. Отметили передовиков профессии. Полицейские ежедневно ведут самоотверженную борьбу с преступностью, коррупцией, террористической опасностью. С честью выполняют служебный долг, проявляя при этом героизм и мужество. Каждый из них стремится сделать все возможное для того, чтобы надежно хранить общественный порядок и спокойствие на улицах. Укрепить уверенность жителей в том, что и они сами, и их семьи защищены от преступников. Сразу после отмены авиасообщений с Египтом встал вопрос о том, что делать с теми, кто уже собрал чемоданы и вот-вот собирался улететь. Нашли несколько решений. Туристам предложили отложить отпуск, вернуть деньги с учетом понесенных затрат, требовать через суд полную стоимость поездки или просто полететь вместо Египта в Турецкую Анталию или на Кипр. Почти все туристы выбирали последний вариант. Перебронирование идет фактически за счет туроператоров. Деньги египетским отелям и перевозчикам уже заплачены, вернуть их вряд ли получится. По мнению экспертов, сложившаяся ситуация грозит убытками, да такими, что нельзя исключать новые череды банкротств. Алена Куколева выясняла, как рязанские туристические агентства отреагировали на железный занавес перед самым популярным у граждан курортом. По предварительной оценке туроператоров, если запрет на полеты в Египет продлится более двух-трех месяцев, ущерб индустрии может составить около 200 миллионов долларов. Одной из наиболее существенных причин возникновения убытков для туроператоров может стать нежелание египетских партнеров засчитывать предоплаченные средства за размещение российских отдыхающих в счет будущих туристов, которые поют в Египет после отмены запрета. Ситуация тяжелая достаточно. Предложение или депозит на год, которым могут воспользоваться туристы, которые не вылетят в назначенный отпуск намеченный. Или возврат денег, которые по времени не ограничены, потому что туроператоры выставили достаточно жесткие условия, так как форс-мажор, естественно, туриндустрия в тяжелых условиях. И клиентам нет возможности вернуть деньги одномоментно. Те направления, которые предлагаются клиентам, они, естественно, сейчас по сравнению с Египтом, или это более прохладно уже, Средиземноморье это Турция, или Кипр. Или клиентам нужно доплачивать Доминиканы, Мальдивы, осеннее направление. Это может быть дорого. Не всем подходящий вариант. Те же, кто компромиссом не готов, пишут заявление о возврате денег. По закону, ответ туроператор должен дать в течение 10 дней. Среди наиболее вероятных специалисты называют два варианта развития событий. Людям вернут деньги, либо зачислят средства на депозит. В обоих случаях потребитель ничего не теряет, чего не скажешь о туроператорах. В такой ситуации каждое неверное движение с клиентами серьезно может подорвать репутацию даже крупной компании. По данным Российского союза туриндустрии, в Египет продано около 140 тысяч путевок. Большая их часть – до Нового года. А вопрос возможной компенсации убытков туроператоров после запрета полета в Египет находится только на стадии обсуждения. В Рязанском историко-архитектурном музее-заповеднике сегодня открылась выставка «За веру и отечество. Люди и судьбы в Великой войне» 1914-1918 годов. Организована она в рамках международного просветительского проекта «За веру и отечество». Наряду с этой выставкой в Рязани проходит ряд других мероприятий, посвященных тематике Первой мировой. Ирина Ковалева расскажет от представленной экспозиции и о том, чем она сегодня актуализирована. События Первой мировой войны ушли от нас так далеко, что, кажется, воспоминания о ней вот-вот сотрются из памяти целых народов. Проект «За веру и отечество» направлен как раз на то, чтобы эту память сохранить. В его рамках в Рязани прошел целый ряд мероприятий, в числе которых и одноименная выставка, открывшаяся в Рязанском историко-архитектурном музее-заповеднике. Ее основу составили живописные полотна сербских художников, а также работы народного художника Российской Федерации, скульптора Владимира Суровцева «Взгляд современного человека на события Первой мировой войны». Экспозицию дополняют фото и видеоматериалы, а также оригинальные исторические артефакты из Сербии, России и Франции периода Первой мировой войны, отражающие исторические события и тесные отношения между тремя странами. На торжественном открытии этой выставки присутствовал губернатор Рязанской области и другие почетные гости, в том числе и чрезвычайно полномочный посол Республики Сербия Славенко Терзич. Считаю этой выставкой за веру, хотя название мне очень нравится, за веру и отечество, это имеет свое и реальное, и символическое значение. Реальное это, что мы возвращаемся к одной великой войне, которую вели наши предки, в войне, в которой они защищали свою родину, свою культуру, свой дом, свою цивилизацию. И с другой стороны, это важно, что мы должны укреплять наше историческое самосознание. Историю нужно знать, историю нужно помнить и чтить. А также на сегодняшний день просто необходимо укреплять отношения с государствами, с которыми исторически у нашей страны складывалась дружба. Губернатор Олег Ковалев отметил, что подобные проекты и мероприятия имеют международное значение. Ведь сегодня вместе с Францией и Сербией мы вспоминаем общую историю. Эти картины и артефакты показывают нам через многие годы, как важно уметь находить общие взгляды, укреплять сотрудничество стран и дружбу между народами не только в годы военных невзгод, но и в мирное время. Кроме того, выставка сыграет свою роль и в деле патриотического воспитания молодежи. Также губернатор Олег Ковалев отметил, что с послом Республики Сербия активно обсуждались возможности укрепления экономических связей. И вполне возможно, что один из городов Сербии станет городом-побратимом Рязани. Ну а пока все рязанцы могут посетить выставку «За веру и Отечество. Люди и судьбы в Великой войне» 1914-18 годов. Уникальные экспонаты из Сербии и Франции, а также из фондов Рязанского историко-архитектурного заповедника и частных архивов рязанцев расскажут вам о событиях и героях того времени. Выставка будет работать в здании Дворца Олега до 17 октября. На сегодня это все новости, о которыми мы успели с вами поделиться. Далее в эфире программа подробностей. Ну а День города прощается со зрителями до завтра. Спасибо, что были с нами. Всего доброго. Это она. Опять она. Невыносимая, ужасная болезнь, от которой болит полголовы. От нее нет никаких средств. Нет никакого спасения. Именно так Михаил Булгаков в своем романе «Мастер и Маргарита» описал мучившую понтия пилата мигрень. В наше время подобную головную боль испытывают сотни тысяч людей ежедневно. С мигренью можно бороться с помощью магнитотерапии. Множество исследований подтверждают ее результативность. На базе нашего предприятия был создан специальный медицинский прибор, который позволяет проводить сеансы лечения в домашних условиях. Аппарат «Диамак» используется не только для облегчения головных болей. Уже несколько лет его активно применяют в сосудистых центрах страны для лечения различных нарушений мозгового кровообращения. Аппарат рекомендует при хронической ишемии головного мозга и остеохондрозе шейного отдела позвоночника. Спешите приобрести «Диамак» по специальной цене до 10 ноября в аптеках «Спрей», «Фарма» и «Ригла». Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok